Их основные задачи выполнять самые опасные и сложные миссии в горячих точках фронта. Уже во время войны. Основной костяк сформировали в 2015 году. Наименование «Эдельвейс» им присвоили 14 февраля 2023 года. «Эдельвейс – это цветок, который символизирует горы. А наша бригада как раз специализируется на ведении боевых действий в горной местности. И акцент в её подготовке делается именно на этом». Военнослужащий с позывным «Сэм» рассказывает, всегда мечтал быть военным. Вместо обычной школы выбрал военный лицей. В 2020 году, как только ему исполнилось 18, подписал контракт с ВСУ. Подразделение для службы парень выбрал сам. Говорит, в 10-ю бригаду пошёл не случайно. «Я понимал, что здесь я смогу себя реализовать. Основной костяк моей роты – контрактники. С 2014-2015 годов. Люди, которые имеют огромный боевой опыт за спиной. И с кем бы я ни говорил, я от них его перенимал». Один из них – Куба. В украинской армии он с 2015 года. Свой путь военнослужащего начал со срочной службы. Затем перешёл на контракт. Участник антитеррористической операции с «Эдельвейсами» он уже три года. «У меня старший брат служил уже до того времени в 10-й бригаде 109-го батальона. И он мне так сагитировал сюда. Я как-то не сомневаясь, подписал контракт и пришёл именно в этот батальон, где служил мой старший брат». С началом полномасштабного вторжения России в Украину «Эдельвейсы» на передовой первые бои приняли, защищая Киев. За первые месяцы российско-украинской войны освободили более десятка населённых пунктов в области. 10-я горно-штурмовая бригада сделала большой вклад в противостояние агрессору и наступлению России в направлении Киева. «У нас была задача отрезать противника на Житомирской трассе. Мы освобождали населённые пункты от противника. И достаточно успешно мы били в то время противника. Жгли его бронированную технику». Сейчас 10-я отдельная горно-штурмовая бригада выполняет боевые задачи в Донецкой области. Во время боёв под Бахмутом Куба потерял своего старшего брата. Рассказывает, с начала полномасштабного вторжения они всегда воевали рядом, только на разных позициях. Потерю переживает очень тяжело. Говорит, сделает всё, чтобы его смерть была не напрасной. В том, что Украина одержит победу, военнослужащие бригады не сомневаются. «У Украины нет другого выбора, как победить. Это уже настолько укоренилось, и они нанесли такие тяжёлые удары по гражданскому населению, что этого уже не простить никогда. Пока мы их не выгоним с нашей земли, до тех пор не будет никакого покоя. Возможно, это ещё долгая история. Хотя я надеюсь, что нет. Но мы всё равно дойдём до конца, и Украина получит эту победу долгожданную». Светлана Маланюк, Ярослав Мотрук. Для телеканала Freedom. Игорь Негода.